Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии посиделок я Вера Калашникова и Инна Метельман. Мы, Инна Метельман, очень известный у нас в Мельбурне натуропат, но говорить мы сегодня будем не о натуропатии, а о растительной диете и ее преимуществах. Инна, расскажите нам, пожалуйста, что это такое растительная диета и почему вы выбрали такую тему, а не свою любимую натуропатию? Вы в ней разочарованы или как? Нет, что вы, я ни в коем случае не разочарована в натуропатии. Это моя профессия, это то, как я помогаю людям и я преимущественно этим и занимаюсь, но растительная диета это то новое, что я открыла для себя профессионально и лично, и мне хочется рассказать именно об этом, просто потому что это что-то новое и что-то, что потрясло меня. То есть это нисколько не противоречит натуропатии? Нет, нет, ни в коем случае, нет, наоборот. Можно тогда узнать, что об этом поподробнее. Это действительно диета или это просто новый как бы способ питания, образ жизни, можно сказать, новый? Что это такое растительная диета? Слово диета очень часто используется по-разному и очень часто имеет негативные коннотации, хотя на самом деле диета с древнегреческого переводится как образ питания. То есть это, когда мы говорим о диетах, мы обычно подразумеваем какие-то краткосрочные способы похудеть и так далее. То есть нет, это ни в коем случае не то, о чем я говорю. Я использую слово диета в его оригинальном смысле, когда это означает стиль питания. Вот способ питания. И этот способ питания, он достаточно радикален для нашего сегодняшнего понимания. Но я расскажу, как я к этому пришла. Поскольку я натуропат, то диета это как бы часть лечения, как правило, подавляющего большинства болезней, поскольку болезни, которыми я занимаюсь, они, как правило, результат неправильной диеты, неправильного образа жизни, да, разнообразные хронические заболевания. Вот. Небольшой у вас уже опыт по времени. Сколько вы занимаетесь натуропатией? Я занимаюсь натуропатией с 2010 года. То есть большой уже опыт накоплен, реальных фактов, реальной помощи людям. Да, конечно. Я не только занимаюсь натуропатией клинически, также преподавала в университете предмет, который называется medicinal food science. Я, честно, не очень знаю, как это на русский перевести. То есть наука о медицинском питании. Как-то так. Вот. И очень интересовалась потеря веса тоже. Во-первых, это для меня лично было актуально. Во-вторых, это огромная проблема. Особенно в развитых странах это огромная проблема. То есть в Австралии сейчас уже 60% населения страдает тяжелой формой ожирения. Вот. И основная проблема с потерей веса в том, что примерно по статистике 95% людей, которые худеют, набирают... Теряют здоровье? Нет, они набирают вес обратно рано или поздно. И даже дети страдают ожирением сейчас. И даже дети страдают ожирением, да. К сожалению, это... То есть все это вместе? Да. Все это неправильное питание? Это все неправильное питание. Ну, пожалуйста, раз вы уже знаете, мы тоже хотим узнать, что же такое правильное питание. Расскажу вам. И чем отличается вот это самое растительное питание, о котором вы собираетесь говорить, от известного нам вегетарианства и от веганства? Расскажу. Значит, в первую очередь, от веганства или веганства, я не знаю точно, как по-русски правильно сказать, это скорее идеология. Да. То есть веганы – это люди, которые не употребляют животных продуктов по идеологическим причинам. Это говорит о том, и очень часто это так и бывает, что зачастую веганы – очень нездоровые люди. То есть можно быть веганом и питаться при этом кока-колой и чипсами. Здоровье это не добавляет. Вот. То же самое можно быть вегетарианцем и питаться хлебом и макаронами. Вот. И в общем, сам по себе отказ от животных продуктов не приносит здоровье. Смысл... Вот разница того питания, которое я сейчас, грубо говоря, пропагандирую, да, и известных нам веганства и вегетарианства в том, что я предлагаю людям убрать полностью из своей жизни всю переработанную еду. То есть рафинированные продукты. Совершенно верно. Рафинированные продукты, причём абсолютно все. Продукты высокой переработки умы убирать должны, да? Да. Расскажу, как я к этому пришла. То есть это не я придумала, то есть это придумали люди до меня. Я много читала на эту тему и пришла к выводу, что, ну и как бы на личном опыте убедилась, что это действительно многое меняет в жизни. Основной смысл, как бы с чего это всё у меня началось, во всех моих исследованиях касательно потери веса, я всегда упиралась в одну проблему, которую я не знала, как решить. И это то, что еда – это то, что вызывает выброс допамина. Я не знаю, насколько вы хорошо ориентируетесь в биохимии, но допамин – это нейромедиатор, нейрочансмит, это, наверное, медмин. И к чему ведёт этот выброс? Вот, он ведёт этот биологический механизм, который поощряет правильное поведение. То есть в древнем мире, когда не было ещё технологий, когда не было современной цивилизации и так далее, допаминовый выброс случался у нас в двух случаях. Если у нас была еда, особенно высококалорийная еда, которая обеспечивала наше выживание, и если у нас был секс, который ведёт к нашему размножению. То есть наша задача была выжить и размножиться, да, людей как вида. Вот, соответственно, эти две вещи – это единственное, что натуральные стимуляторы допамина в мозгу. Наиболее калорийные продукты, то есть жирные продукты и сладкие продукты, они вызывают наибольший выброс допамина в мозгу, потому что в них, как правило, наиболее существенное количество калорий, и они обеспечивают наше выживание. Получается, что мы как бы наркозависимы. Совершенно верно. Чем больше мы кушаем, нам ещё больше хочется. Совершенно верно. Это такой процесс, в который, если мы вовлекаемся, выйти из него очень сложно, не изменив вообще свою жизнь. Единственное, что можно сделать с любой зависимостью, как алкогольной, так и наркотической, так и допаминовой зависимостью, это полностью убрать объект стимуляции. Удивительный такой подход, совершенно новый. Совершенно новый, да. И скажите, пожалуйста, вот фрукты, овощи растительного происхождения, какие вы рекомендуете все подряд, или цельные продукты только? Смотрите, то есть всё, что не было переработано, да, то есть всё, что не было рафинировано, это фрукты, овощи, злаки, причём любые, которые не подвергались какой-либо обработке, причём мы не говорим про цельнозерновой хлеб, мы говорим про зерно, да, то есть мы говорим про гречку, но не гречневую муку, и не гречневые макароны, и не гречневый хлеб, да. То есть это те продукты, как только вы их превращаете в муку, идёт наиболее, больший выброс допамина в кровь, чем если это цельное зерно. То есть получается, как если мы, так вот я понимаю, я как физик, да, если каждая калория несёт с собой больше минералов и витаминов, то мы на правильном пути. Совершенно верно, вы абсолютно правы. Много калорий просто, они дают нам энергию, но приносят с собой и вред. Совершенно верно. То есть как только вы убираете ненастоящие стимуляторы, да, то есть жир и сахар, которые в неестественном виде, которые были добавлены в еду, вы переесть не сможете в принципе. Большое спасибо, Инна. Нужно обязательно об этом подумать. Мы вам очень благодарны, потому что это реально огромная проблема, и каждый должен её для себя решить. Буду рада, если кто-то меня услышит. Ну что ж, дорогие друзья, мы в Посиделках продолжаем беседу с Синой Матильман о растительном питании. И очень бы хотелось нам понять, что же такое базовая основа этого растительного питания. Что вы можете посоветовать любому человеку, если он решится встать на эту позицию? Значит, любой человек... Мы говорим сейчас о людях, которые не страдают ожирением. Да, они здоровый человек. У которых нет проблем со здоровьем. То есть оптимальная диета в таком случае для того, чтобы сохранить здоровье, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а также есть... Есть... Эвиденс, так сказать, эвиденс... Исследования, которые показывают, что такой способ питания может предотвратить рак тоже. Это цельные растительные продукты. То есть все фрукты в своем первозданном виде, все овощи в своем первозданном виде, все злаки в своем первозданном виде и бобовые. И сразу же возникает вопрос. Сегодня идешь на рынок и боишься покупать прекрасно выглядящиеся и фрукты, и овощи, потому что знаешь, что они обработаны, скорее всего, пестицидами и нитратами. Какой выход? Тут есть два варианта. То есть если есть возможность покупать органик, органик, это, безусловно, лучше, поскольку химикатов потенциально вредных там намного меньше. То есть избежать их полностью, безусловно, невозможно, но очень важно уменьшить их количество, насколько это можно вообще. Вот. Если такой возможности покупать органик нет, то важно помнить о том, что употребление растительных продуктов даже с пестицидами все равно лучше, чем их неупотребление. Ну и все же существуют, наверное, фрукты и овощи, которые не содержат пестицидов. Содержат меньше. Авокадо, например, да, манго. Их очень трудно подкормить пестицидами. То есть человек должен сделать ресерч, исследование, где все-таки более безопасно. И выбрать, может переключиться на другие просто, да? Есть такой веб-сайт, EWG.org, Environmental Working Group. То есть они публикуют исследование о том, какие продукты наименее подвержены воздействию пестицидов. И у них есть даже таблицы. Понятно. Вот есть смысл с ними проконсультироваться. А подскажите, вот если у человека проблемы со здоровьем сердечные, венозные, человек уже в возрасте или человек с ожирением, то ему достаточно этих общих рекомендаций или нужно что-то подобрать, возможно, подобрать ему что-то особенное, чтобы не навредить у него и так плохо со здоровьем. Совершенно верно. Если есть какие-то проблемы со здоровьем или если, как вы говорите, возраст уже не молодой, желательно обратиться к специалисту, который вам поможет через это пройти с наименьшими потерями. И могут ли наши слушатели, например, позвонить вам, как с вами связаться, расскажите. Со мной можно связаться по телефону, мне можно позвонить 04-11-23-0026, можно меня найти на Фейсбуке и написать мне, ну или у меня есть веб-сайт melbournematropath.com.au, то есть со мной можно связаться через сайт тоже. Понятно, спасибо большое. Ещё вот несколько таких простых вопросов. Это растительная диета. Она совместима ли с употреблением, например, растительных жиров, какого-то масла? Смотрите, то есть это очень важный вопрос. Спасибо, что вы мне его задали. Масло – это тоже рафинированный продукт. То есть масло настолько же зло по отношению к оливкам, к орехам и так далее, как сахар по отношению к фруктам. То есть когда масло находится в оливке, это продукт полезный для здоровья. Как только масло вы из оливки извлекли, это уже просто жир, который добавляет вам лишних калорий. Понятно. А вот то, что касается витаминов. Вот мы слышали, знаем, что растительная диета часто ухудшает у людей здоровье, не хватает витаминов каких-то Д или В12. То есть если мы перейдём на растительное питание, какая помощь нам нужна, какие витамины следуют употреблять, собственно, регулярно какие-то? Это зависит от того, насколько вы будете продолжать. То есть если вы делаете вот это питание в качестве терапевтической диеты, то есть вы делаете её какое-то время. Вот я делаю группы с людьми. Наша группа обычно идёт 4 недели. То есть наша, так сказать… Перестройка людей. Перестройка организма. Да, это занимает 4 недели, мы это делаем вместе группой. И в таком случае, если вы это делаете всего 4 недели, ничего не нужно. За 4 недели, если вы правильно питаетесь и употребляете все продукты из высших перечисленных групп, то вам не нужны никакие витамины. Если вы переходите на абсолютно растительную диету навсегда, вам совершенно необходимо принимать В12, потому что В12 в растительных продуктах нет. Витамин Д не проблема, потому что мы получаем его из солнца. Но его желательно проверять просто потому, что в Австралии из-за употребления крема и из-за повсеместного нахождения в офисах очень часто у людей дефицит витамина Д. Это не связано с диетой. Но если вы собираетесь переходить на эту диету навечно, то витамин В12 непременно нужно принимать добавочно. Спасибо. Аина, скажите, в вашей практике какие-то ограничения? Возможно, все-таки есть такие люди, которым эта диета растительная противопоказана или не наблюдалась совсем, как вы считаете? Вы знаете, это нет такой диеты, которая была бы правильная для всех. То есть, да, безусловно, существуют ситуации, в которых такая диета не подходит. Обычно, когда человек здоров и не имеет никаких хронических заболеваний, 4 недели в любом случае не проблема ни для кого. То есть 4 недели попробовать это для себя я призываю всех. Потому что для большинства людей это действительно имеет очень хорошие положительные эффекты. Но ни в коем случае нельзя говорить, что это будет так для всех. Это просто было бы неправда. То есть, если человек пробует эту диету и начинает понимать, что он на ней чувствует себя плохо, значит, эта диета не для него. Понятно. Спасибо, Инна. И еще подскажите нам, если мы будем использовать только растительные продукты, какой способ переработки все-таки вы считаете оптимальным? Только ли на пару и сырые овощи, или можно с ними еще что-то делать? Я считаю, что сыроедение ничем не оправданная практика. Я плохо отношусь к сыроедению в общем. То есть, может быть, в каком-то краткосрочном периоде в качестве детокса это прекрасно, но в долгосрочном периоде это обычно плохая идея. И тепловая переработка существует у человечества очень долго. То есть, примерно 500 миллионов лет прошло с тех пор, как мы обнаружили огонь. И у нас был огонь, и мы готовили продукты до того, как мы приняли нашу сегодняшнюю человеческую форму. Поэтому я не вижу никакого повода ни варить, ни парить, ни тушить. Это все намного вкуснее, намного легче переваривается в готовом виде. Особенно зимой, особенно у людей со слабым пищеварением и так далее. Понятно. И подскажите, где же нам лучше покупать правильные продукты, эти самые овощи и фрукты, которые все-таки максимально могут принести нам пользу? Вы сами какими пользуетесь маркетами? Я стараюсь покупать все органик, насколько это возможно. То есть, я покупаю органик примерно на 80-90%. Конечно, маркеты – это оптимально, но у меня просто нет времени. То есть, я, к сожалению, не успеваю ходить на маркеты. Если у кого-то есть на это время, это великолепная идея. Но у нас есть онлайн-магазины, которые делают доставку. Это очень часто получается дешевле. Я просто живу в таком районе, где много органик-магазинов, и мне удобно просто зайти, выбрать то, что я хочу готовить сегодня на ужин, купить это и приготовить. И возможно, что даже меньше денег придется тратить, потому что организм перейдет на меньшее количество пищи. Ведь мясо, шоколад, все сладости – они стоят дорого на самом деле. Вы знаете, все комментировали, вот девочки, с которыми мы делаем программу, очень многие сказали, насколько меньше денег они стали тратить на еду. То есть, просто в разы. Экономия совершенно колоссальная получается. Значит, просто нужно собраться силами, выдержать 4 недели, и ты освободишься от этой ужасной зависимости. От сладкого, от вредного и от неполежного. От жирного, да. То есть, на самом деле, терпеть приходится не так долго даже. То есть, по-настоящему терпеть. Я когда начала это делать, мне было очень плохо 3-4 дня. Мне было невкусно, мне было противно. Я чувствовала себя плохо. Но как только это прошло, то есть, уже на вторую неделю я летала. Замечательно. Огромное спасибо, Инна. Не за что. Начнем работать над этим. Спасибо вам. И всем советуем. Еще раз повторите ваш телефон, пожалуйста. Возможно, люди захотят сразу проконсультироваться. 04-11-23-0026. Звоните. Спасибо всем и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok